Дорогие друзья, уважаемый Сергей Вадимович, поздравляю Российский Книжный Союз с 20-летием. За это время Союз стал самой авторитетной общественной организацией в книжной отрасли, большим подспорьем в развитии книжного рынка и библиотечного дела. Ваша высокая миссия служения отечественной культуре, объединения писателей и издателей, популяризация чтения находит отклик в сердцах миллионов людей с детства, не представляющих своей жизни без книги. Российское историческое общество ценит Российский Книжный Союз как одного из самых надежных и близких партнеров, разделяющих наши общие ценности патриотизма и просвещения. В 2015 году, объявленном в России годом литературы, Российский Книжный Союз внес весомый вклад в проведение первого московского книжного фестиваля на Красной площади. И с тех пор каждый год участвует в организации этой ставшей уже традиционной площадки. Она объединяет сотни авторов и издателей, служит культурным ориентиром для всей страны и зарубежья. Столь же важна для нас и совместная историко-литературная премия КЛИО. Ее лауреатами в разные годы становились Даниил Гранин, Евгений Водолазкин, Леонид Языфович и многие другие выдающиеся таланты в своих произведениях, обращавшиеся к сюжетам отечественной истории. Отрадно, что достигнутые успехи не превратили Российский Книжный Союз в застывшую и костную структуру. Союз живет и развивается вместе с отраслью, чутко реагирует на ее запросы и потребности, инициирует десятки новых творческих проектов. В этом огромная заслуга Сергея Вадимовича Степашина, человека широкого кругозора, огромной энергии, неравнодушного к истории и культуре нашего Отечества. Убежден, что эта деятельность будет востребована всегда, потому что российское лидерство в сфере культуры, наш статус самой читающей страны в мире, необходимо сохранить и передать грядущим поколениям. От всей души поздравляю Российский Книжный Союз с 20-летием, желаю ему успехов на Ниве культуры и просвещения.